Марвел представляет Некоторые прощают зло, но не мы. Не мы. Она убьет нас. Ну зачем вы заставили меня? Смотри на меня. Слушай только мой голос. Я не брошу тебя, Джин. Она была моим другом. Ты моя семья, Джин. Хватит. Что бы ни было. Хватит, хватит, хватит. Хватит. Смотри. Ты особенная, Джин. И если перестанешь противиться силе, заключенной в тебе, если примешь ее, станешь могущественной подобно Богу. Она убьет нас. Как это исправить, Чарльз? Что делать? Я не знаю, что делать. То, чего они не понимают, пугает их. А то, что пугает, они стремятся уничтожить. Это ты виноват, Чарльз. Я защищал ее. Мне страшно. Когда я теряю контроль, страдают те, кого я люблю. Она умирает. Она все еще Джин. Ей можно помочь. Порой мы склонны видеть людей не такими, какие они на самом деле. А когда понимаем свою ошибку... Джин! Это уже поздно. Это она. Так все и началось. Очнулся. Неизвестно где. Ничегошеньки не помню. Единственная зацепка в кепке. Имя Гарри и этот адрес. В общем, я пришел по адресу и нашел тут тебя. С боевым стеклером. Замолчи! Галлюцинация! Сам такой. То есть ты, говорящий Пикачу, который потерял память и сидит на кофеине? Я могу бросить. В любой момент. Просто не хочу. Налей еще. Крепкий, черный, как смоль. Спасибо, цифр. Ну, не знаю. Может, Гарри серьезно влип. Связался с плохими парнями, все такое. Слушай, ты можешь говорить с людьми, а я с покемонами. Если хочешь найти отца, мы нужны друг другу. Мне не нужен покемон. А первоклассный детектив? А, мои зацепки! Это еще что? Гарри все еще жив. Дело закрыто. Но все еще открыто, пока не раскрыто. Так, слушай сюда. Гарри инсценировал свою смерть. Или кто-то инсценировал смерть Гарри. Или Гарри инсценировал еще чью-то смерть. Третий вариант. Полный бред. Раз однажды я навалял этому громиле, то наваляю еще. Приятель, ты что делаешь? Не могу, когда смотрят. Вытащи меня отсюда! Пика-пика! Вот это поворот, поворотище. Догони его! Он еле ползет. Не говори ему об этом. О, у него мотик. Тормозни его! Стой! О, нет. Жесткая посадка. Надо было шлем надеть. Я будущее этой планеты. Я необходимая шоковая терапия. Я новая ступень эволюции человечества. Неуязвимый сверхчеловек. Ты еще кто? Злодей. Миссия провалена. Нам нужна помощь. Наша цель – парень по имени Брикстон. Он призрак. Так что нам понадобится лучший из лучших. Люк Хоббс. Я твои выбитые зубы и переломанные ноги. Элитный спецагент. Результативность на уровне 100%. И пижон, который плевать хотел на правила. Декард Шоу. Я как шампанское. Бью прямо в голову. Бывший британский агент. Ныне вне закона. Единственный шанс поймать Брикстона – заставить вас работать вместе. Ни хрена. Только не с этим. Предполагалось, что мы останемся незамеченными. Что за прикид? Я собираюсь спасти мир. И, между прочим, в четвертый раз. Могу сделать это хоть в бикини. Вы не представляете, на что он способен. Хоббс и Шоу. Хотите войны? Получите. Узнали меня. На счет три. Давай. Раз, два, три. Форсаж. Хоббс и Шоу. Три разряда, и ты друг. Понеслось долгожданная злодейская речь. Тебя что, кто-то за язык тянул? Да, подумал, по-геройски будет все дела. В кино с первого августа. Месяц назад ты был жалким неудачником. И вдруг стал величайшей звездой в мире. Как такое возможно? Улыбочку. Улыбочку. Ого. Боже, когда ты это написал? Это не я написал, это Пол Маккартни, Битлз. Кто? Джон Пол Джорджа Ринга, Битлз. Да ладно, издеваетесь? Yesterday. Одна из величайших песен в истории. Ну, это не Coldplay и не их Fix You. Я тут слушаю новую песню Джека. Как она называется? Leave it be. Let it be. Ну, жги дальше, Джек. Все только и говорят о новом музыкальном феномене. Твоя музыка – это потрясающе. Ты просто обязан поехать в Лос-Анджелес. Я предлагаю тебе деньги и славу. Привет, мистер Ширен. Чувак, твой рэп просто бомба. Правда? Да, я прикалываюсь. Оставь это нашим братьям. Мой тебе совет. Раз ты уезжаешь, позволь задать тебе вопрос. Мы так и останемся друзьями? Или у нас есть еще шанс? Джек Малек, мировая суперзвезда! Мы могли стать идеальной парой. Но теперь ты величайший автор песен на планете. Неправда. Очевидно, что это так. Этот миг войдет в историю. Все в предвкушении. Для меня честь открыть дверь в будущее. Ой, не та дверь. Вы сами пишете свои песни? Да. Точно? Я не знаю. Я вел себя, как дурак. Может, любовь и не все, что нам нужно. Но почти все. Песня «Хей, джуд». У меня есть предложение. Хей, дуд. Ты уверен? Он прав. Так лучше. Скоро в кино. ДИСНЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Принеси мне лампу. И обретешь новую жизнь. АЛЛАДИН 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 Ого. Ты правда не знаешь, кто я? Джинны, желания, лампы. Ничего не слышал вообще. СТОНИ АЛЛАДИН АЛЛАДИН АЛАДИН Тесней представляет 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 таких, как она. Полагается, есть другие? Это только начало. Ты стала куда сильнее, но все же не так сильна, как считаю. Капитан Марвел. Что за символ? Логотип конторы. А что, самоидентификация посредством одежды не мешает оставаться в тени? Спросила Амазонка в латексном комбинезоне. Пап, проснись, идем. Нужно помочь слонам. Смотрите-ка. Малыш, малыш родился. У нас прибавление. Кто это? Да уж, мордой не вышел. Сэр, многие считают вас привлекательным. Я вообще-то про слона говорил. Даю тебе ровно сутки, чтобы это исправить. Мне? Чтобы этих ушей не было! Тут я бессилен. Привет, малыш Дамбо. Добро пожаловать в цирк. Мы все одна семья. И твоя тоже. Дисней представляет. Вам выпала редкая удача. Это загадка. Это магия. Следуй за мной. Вместе мы сможем достичь небывалых высот. Ты волшебный слоненок, Дамбо. Дамбо, малыш. Все так, как мы репетировали. Плюс свет, музыка, огонь и зрители. Ну, не пуха. Лети, Дамбо. Лети. Дамбо. Сегодня Элли нашла странное место в нашем лесу. Кладбище домашних животных. Здесь хоронят питомцев и навещают их. В этом нет ничего страшного. Совершенно естественно. Как сама смерть. Весь город пользуется им уже много лет. Сделали из этого настоящий ритуал. Это не просто страшные сказки. Я видел такое сегодня. Это предупреждение. Местные племена вырезали этот знак, прежде чем исчезнуть. Они боялись этого места. Там что-то есть. Какое-то древнее зло. Эти леса принадлежат не нам. А ему. Этот кот ведь умер. Оно возвращает мертвецов. Теть? Я знаю, что вы задумали. Но они возвращаются иными. Папа. Луис, что происходит? Обними дочку. Не стоило вам показывать это место. Ваша дочь не единственная, что вернется. Граница пала. Нам дали второй шанс. Порой лучше умереть. Ты сверкнула. Ты сверкнула. Ты сверкнула. все больше и больше. Словно темные тучи сгущаются над нами. У нас во дворе какая-то семья. Кто они? Беги. Кто вы, люди? Это мы. 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 Субтитры сделал DimaTorzok